И вот мы возвращаемся все-таки на центральную арену теннисного стадиона Санцинатия в ожидании начала матча Елена Янкович и Мария Шарапова. Вот спортсменки на корте Шарапова. Маши 24 года, если я не ошибаюсь. 38 побед, 10 поражений. Выиграла Рим. Финал Уимблдон, Майами, Санцинати. На этом турнире 9 побед, 1 поражение в прошлом году в финале Клейстерс. В этом году финал, естественно. Лучший результат в прошлом году и этом финал. Маше 24 года, я правильно сказал. Ее рост 188 сантиметров на этом турнире. Она начала со второго круга, потому что была восьмеркой Сейнах. Обыграла Родионову 6-1, 6-3. Кузнецову 6-2, 6-3. Саманту Стосор 6-3, 6-2. И вчера Вера Звонарева 2-6, 6-3 и 6-3. Одну партию всего лишь за турнир отдала соперницам Мария Шарапова. Прекрасный результат. Ну, мы смотрим. Никаких пластырей. А вот смотрите, какая погода роскошная. Солнышко, все замечательно. И вроде бы как не было никакого дождя и его последствий. Шарапова против Янкович. 5-1. Маша ведет. Причем, должен вам сказать, что единственное поражение, которое было у Шараповой против Янкович, это Бирмингем 2007 года. 4-6, 6-3, 7-5 выиграла Елена Янкович. Теперь у Янковича, поскольку нам не показали, не познакомили поближе с этой спортсменкой, я сделаю это с удовольствием. Кадар Нуни, арбитр на вышке, один из лучших судей, обслуживающих WTA Tour. И недаром финал в Сен-Сенате. И он на нем работает. 26 лет Елене Янкович, 14-е в рейтинге. Первая была 11 августа 2008 года. Янкович выиграла этот турнир в 2009 году, вы видите. Пятый раз играет Елена на этих соревнованиях. А выиграла в 2009 году у Сафиной, у Динары Сафиной в финале. Была дважды в четвертьфиналах от 2005-2006 года. В этом сезоне была в финале Монтерей, полуфинал Дубай, Доха, Чарльстон, четвертьфинал Майами, Рим, четвертый круг Индиан Уэлл, Страла, Ангарос. Вот чего она добилась в этом сезоне. И нужно сказать, что сейчас, пробившись в финал этого соревнования, для Елены Янкович это, в общем-то, хороший результат и показатель. Потому что она в результате вот этого прохождения в заключительную стадию этого турнира поднимется с 14-й строчки на 12-ю. И будет это в понедельник. Что касается Маши Шараповой, то она переместится на четвертую строчку, если она выиграет, если она победит. Вот слева на первом ряду мы видели с вами маму Снежану. А это Рикардо Санчес, который здесь на этих соревнованиях работает с Еленой Янкович. Ну, вы, наверное, помните этого специалиста, который занимался длительное время с Еленой, потом они расставались. Ну, а сейчас опять они работают вместе, по крайней мере, здесь, в Сен-Сенате. Янкович, посеянный под 13-м номером, в первом круге обыграл Ивету Бенишеву, 6-0, 6-3. Затем Чен-Джи, 4-6, 6-3, 6-1. После этого Франческа Скиавони, 6-3, 5-7, 6-4. А Пенгшуай не вышел. А это был Томаш Хокстед, сейчас на ваших экранах, тренер Маши Шараповой. Мы начинаем трансляцию финального поединка из Сен-Сенате. Турнир серии WTA Premier 5, призовой фонд которого 2 миллиона 50 тысяч долларов. На ваших экранах Мария Шарапова, россиянка, ее соперница Елена Янкович. Между собой играли 6 раз. В пяти встречах побеждала Маша. И один раз, это было в 2007 году в Мернингеме. На траве, кстати, выигрывала теннисистская Сербия. 15-0. То, что решительно и по-боевому настроена Янкович, в этом можно не сомневаться. Потому что результаты ее последние дают основания предполагать, что она будет биться изо всех сил. Вчера очень трудный матч был у Елены против Андрея Петковича. 7-6-6-1 в полуфинале. 7-4 на тайбрейке. Здорово. 30-15. Но нужно отдать и быть справедливым к Андрея Петковичу. Сегодня в прессе появились сообщения о том, что как много слез пролила Андрея Аут по длине. Смотрит на Хокстеда Маша. Не последует ли совет от тренера взять видеоповтор. Система «Истребленный глаз» работает здесь, на этой арене, которая вмещает 11400 человек. 40-30. Сейчас нам покажут общий план. Я думаю, что мы увидим большое количество зрителей, которые пришли сегодня получить удовольствие от финалов этого турнира. Первый, мужской, не состоялся в полном объеме для того, чтобы дать возможность насладиться этим видом спорта полностью его почитателем. Молодец! Ровно! Новак Джокович и Энди Мюррей. Первый сет выиграл Мюррей. Причем был брейку Джоковича. И во второй партии закончил свои выступления, отказавшись от продолжения борьбы. Новак Джокович, сославшись на травму. Ну и поэтому, естественно, все внимание к женскому финалу. Вторая подача. Больше. Вчера в матче против Веры Звонаревой. Те, кто следил за этим поединком, кто видел повтор на нашем канале сегодня вечером, может быть, обращали внимание на то... Ой, как здорово сыграла Елена. Маша отбила мяч после второго отскока. Значит, Гиев выигрывает Теннисистка из Сербии. 1-0. Елена Янкович выходит вперед в этом матче. Смена сторон. И ждем подачу Маши Шараповой. Так вот, вчера какой-то-то вот в матче полуфинальном против Звонаревой. Те, кто, опять же таки, я повторяю, смотрел эту встречу, можете обратили внимание, что какие-то такие движения рукой после выполнения подачи выполняла... Производила Маша, что как-то настораживало. Все-таки операция на плече была. Длительный промежуток времени не выступала в туре. Маша долгий путь возвращения в первую пятерку сильнейших. И рецидив травм, это была, конечно, трагедия. Итак, Шарапову подает 0-1 первой партии. Первая подача. 15-0. 95 миль в час. 152 километра в час. А последняя цифра, которой удалось подсмотреть скорость полета мяча после подачи Елены Янкович, это было 105 миль в час, 168 километров в час. Ну, приличная скорость, конечно, не космическая у Елены, но достаточно опасная, ежели мяч летит близко к линиям. Вот, левее за спиной у Янковича мама Снежана и Рикардо Санчес. 30-0. А вот на ваших экранах поклонники Елены. Вы видите, с национальным флагом на плечах. К сожалению, не показали нам температуру воздуха. Все жаловались на то, что жарко и очень влажно. Классно. 40-0. Очередное очко за счет своей активности выигрывает Шарапова в этом гейме. Ну, главное не делать большого количества подарков, Янкович. Елена, 100 миль в час, 160 километров в час. То есть уже побыстрее мяч полетел. Вторая подача. Первый эйс. 91 миль в час. Первая подача на вылет в матче. Первый гейм выигрывает Шарапова. Сравнивает счет. Он становится по одному. Ждем подачу Елены Янкович. 15-0. Не видно скорость полета мяча. Вторая подача. 100 миль в час. Вот они. очень активные поклонники таланта Танисистки и Серби. По 15-ти. Елена очень любит угадывать. Предугадывать действия соперников. И порой ловит. Вот на этом. Особенно таких активных игроков появляется. Маша не добежала. Но это случайно. Такой короткий отверт Шарапова. Мяч не попал в центр струнной поверхности. 15-30. О чем-то поговорила Маша с мамой и с тренером. И вот он. Молодец. 15-40. Внимательно играет. Выполняя обводку. Видите, хорошо сыграла в ноги. И увидела, где находится Янкович. Обводка на вылет. Это хороший момент, который должен, ну, если не остановить, то, по крайней мере, заставить Елену более внимательно и тщательно готовить выход вперед. Блестяще. Еще один удар на вылет. Еще один гейм выигрывает Шарапова. Второй подряд. Гейм на подаче. Елена Янкович делает брейк. 2-1. Шарапова впереди. Возвращаемся с вами в Линдер Фэмилии Теннисный Центр в Сен-Ценате, где на главном корте продолжается финальный поединок женского одиночного соревнования. Турнир серии WTA Премьер 5 с призовым фондом 2 миллиона 50 тысяч долларов. Шарапова готовится к подаче. С брейком Маши впереди 2-1. Нам показывают на всякий случай вот эти вот тучи, которые наплывают на стадион, опасаясь, как бы они не пролились дождем и как бы не было перерыва. 15-0. Паре, подесь. В коридоре по всей вероятности опускается мяч. Елена не очень уверена в правильности и справедливости решения линейного судьи, но, судя по всему, вот шум и Кадернуни спускается с вышки, а значит, все-таки тучка пролилась дождем. Сколь он силен и продолжителен, увидим с вами, но, по крайней мере, матч приостановлен, появляются зонты и в ожидании у строителей улучшения погоды, так же, как и мы с вами, участники этого матча и вот эти вот поклонницы, пришедшие поболеть, не понял, за кого. Флаг национальный у них на плечах, но это не наш, не российский, так что, наверное, это болельщица Елена Янкович на ваших экранах. Но не покидает корт Шарапова и Янкович, видите, они остаются пока что на месте, в смысле, том, где они располагаются в момент, когда происходит смена сторон, Елена на всякий случай спряталась под зонтом, Маша не стала это делать. Кадернуни, по-моему, просит девушек не уходить. Джокович Мюрре 6-4, 2-0, Мюрре впереди и вот тогда был прекращен матч, о котором я вам говорил, короткий, неожиданный. Ну и вот уже солнце и я думаю, что Булбойс протрут линии полотенцами, как оно всегда бывает в подобных случаях на таких соревнованиях. Нет, даже не появляются мальчики на корте, так что, видимо, просто подождут еще пару минут и попросят Кадернуни вернуться спортсменок на корт для того, чтобы возобновить встречу. Напоминаю, 2-1 в первом сете в геймах с брейком впереди Маша Шарапова и ее подача 30-0. Да, Кадернуни, по-моему, рацию, берет рацию для того, чтобы связаться с... А вот и несут полотенца. Вот эти самые полотенца, которыми сейчас будут протирать линии. Я так думаю. так обычно поступают на турнирах, которые проходят на харде, на быстрых кортах, и в тот момент, когда намокают хотя бы немножко намокает площадка, корт подсыхает быстро, а вот линии, а линии сейчас будут протирать. Причем делается это по-разному, технология совершенно различная, кто вот так вот на корточках тщательно и внимательно протирают все линии. Есть методика, когда наступают ногой на линию и вот так вот проходят по всей линии для того, чтобы ее сделать сухой. Ибо сырая линия может привести к травмам, а травмы, сами понимаете, перед началом последнего турнира из серии Большого Шлема, US Open открывается 29 числа, травмы никому не нужны. Кстати, о том, как будет проходить расстановка и посев на US Open. Возняцкий первая, Звонарева вторая, вот видите, это болельщики теннисистки из Сербии. Третья, четвертая будут посеяны Шарапова и Азаренко, Клистерс не играет. С пятой по восьмой номер Квитова Лина Скайавони Бартали, с девятого по шестнадцатый номер Стосур Петкович, Родванско, Янкович, Пеншуай, Цибулкова, Кузнецова, Иванович. С семнадцатый номер по двадцать четвертый Павлюченкова, Роберто Винчи, Георгиас, Викмайер, Хантухова, Лисицкий, Пиэр и Петрова. Из двадцать пятого по тридцать второй номер Пинетта, Кириленко, Сафарова, Сирена Вильямс, Гайдашева, Мединогоригос, Канопи, Мартинос, Санчес, Нет, Клейбановой. Ну и дальше Матек Санс и Винус Вильямс. Вот вам круг тех спортсменов, спортсменок, точнее, которые будут посеяны на последнем турнире серии Большого шлема сезона 2011 года. Шарапова на корте, напоминаю, 2-1 в геймах впереди Мария и на ее подаче 30-0. Обязательно нужно выигрывать этот гейм Шараповой, увеличивать свое преимущество после того, как она сделала брейк, взяла подачу Янкович. Главное не остыть, не потерять тонус игровой. Потому что перерывы, они вот так вот просят публику занять места Кадернуни. 40-0 Будем все время смотреть, как подают. Какой процент подания первым мячом. вторая подача. Классно. Выигран гейм под ноль. 3-1 Шараповой впереди. Любопытные цифры. Процент подания первым мячом у Маши 57. У Елены нет, вы знаете, извините, меньше. После этого гейма 50. У Елены Янкович 69. Но очень интересный показатель реализации первой подачи и второй. У Шараповой 100% реализации. Без вопросов. 0-15 у Елены Янкович процент реализации первой подачи 44, а второй 50. 0-15 аут по 15. Я думаю, еще 2-3 гейма пройдет, а может быть даже и раньше нам покажут количество выигранных очков за счет своей активности и количество невынужденных ошибок. Линия была. Елена останавливает игру, просит видеоповтор. Она считает, что судья, по которой промолчал линейный, не прав. Мяч коснулся линии. Что было на самом деле, сейчас нам скажут компьютер. Нет, было касание линии. Судья линейный абсолютно справедлив. 15-30 на подаче Елены Янкович и одну попытку реализовала видеоповтора Елена. 15-40 еще одно очко выигрывает Мария. Но пока что мягковато играет Елена Янкович. То есть удобно для Шараповой, потому что мяч летит не очень быстро. Может быть длина порой и нормальная, но очень сильное верхнее вращение придает мячу Янкович. Тем самым Рошапа зачем? Линь. А нет. С небольшим запозданием арбитр определил ошибку Шараповой и Маша вот эту самую нерешительность судьи решила проверить. Коль он на данном случае она не уверена. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотрите, ведь на самом деле аут был сантиметр полтора. Отыгрывает один брейкпоинт Янкович 30-40. вторая подача гей выигрывает шарапова четвертый гейм подряд выигрывает маша делает второй брейк счет становится 4 1 мария впереди в первом сете на главную арену теннисного стадиона цинценати продолжаем следить за тем как развивается событие в матче шарапова вот машина ваших экранах идет выполнять подачу 41 шарапова впереди в первой партии четыре гейма подряд выигрывает ну и сейчас ежели выиграет еще один пятый то вполне вполне вероятно что быстро справиться выиграв первой партию с операцией ну вот это по моему первая атака удачная янкович 0 15 на подачу шараповой коротко сейчас сыграла маши очень близко к боковой линии выполнила ответ елена роль догоняющий вот пожалуйста два против десяти значит это второе очко который выиграл за счет своей активности елена сорвала удар шарапова 0 30 повисает гейм некоторое защиту ну Спасибо. Первая двойная ошибка у Маши. И первые брейкпоинты у Янкович в этой встрече. Тройной брейкпоинт. Вот Томаш Хокстед сидит, а рядом с ним Володя Волчков. Спарринг-партнер Шараповой. Прекрасный теннисист. Он из Минска. Гейм выиграл Янкович. 4-2. 4-2. Шарапова впереди. Впереди в первой партии. Впереди. 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 Просит повторить подачу. Слушай! Недовольна тем Янкович, что остановила розыгрыш очка Шарапова. Ну, она вторым мячом сделала эйс. Ее неудовольствие можно понять. Но, видимо, что-то помешало Маше, потому что Маша сначала подняла руку, после чего потом подачу выполняла Елена Янкович. Посмотрим. Да, второй мяч. Да. Посмотрим. Потому что, когда я смотрю на вас, вы уже готовы. Когда я смотрю на вас, вы уже готовы. Вы должны поговорить. Если мы не слышим, мы должны знать, что вы не готовы. Я хочу знать. Аут. Нет. Попала. Ай, молодец. По 15. Судя по траектории мяча, я мог предположить, что мяч улетает по длине в аут. . 0-15. 00-15. Вторая подача. Двойная ошибка первая у Елены. 0.30 Вот что-то бурчит себе под нос Извините за такое выражение Янкович У него вспоминая Непризнанный эйс Вторым мячом В первом игровом эпизоде Этого гейма Аут 0.40 Просит видеоповтор Янкович Смотрит Сначала попросила, затем обернулась Для того, чтобы убедиться Что ее наставник Согласен с ней Нет, не стала Настаивать на видеоповторе Еще один гейм на подаче Янкович выигрывает Шарапова Делает третий брейк За сет Счет становится 5-2 Шарапова впереди И Маша будет подавать А, нет, прошу прощения 15.40 Поторопился я 30-40 С трибуны Несутся крики Поклонников Российской Теннисестки Давай, Маша Слышны такие призывы Ровно Второй брейкпоинт Отыграл Янкович 103 мили в час 165 километров в час Примерно Больше Расподавалось Янкович Да, здорово подавать Начала Ровно Не бьет смеш Как всегда Не бьет ударник головой Не выполняя его Играет с лета Драйв волей Видите Уверенно очень Выполняет этот удар Хотя На разминке Смеш бьет Без промаха Но вот Более уверенно Себя чувствует Когда Таким образом Завершает Комбинацию Больше Что ж Пытается завязать борьбу Елена Ну даже если Проиграет Маша А вот Пожалуйста Рикардо Санчес Это тренер Янкович Гейм Выиграла Янкович Счет Становится 4-3 4-3 Шарапова Впереди В первой партии После смены сторон Россиянка Будет подавать Возвращаемся К матчу Шарапова Янкович При счете 4-3 Мария Выходит На корни Того Чтобы Выполнять Подачу И посмотрим Сколь удачлива Она будет В этом гейме Предыдущий гейм На своей подаче Маша Проиграла Позволив Сделать Обратный брейк Елене Но для того Чтобы сравнять Счет Янкович Должна Выиграть Два гейма На подаче Шараповой Посмотрим Новые мячи Показывает Маша Двойная ошибка Вторая Ноль пятнадцать Ноль пятнадцать По пятнадцати Очень важный гейм Сейчас играется Если выиграет Его Шарапова То опять Преимущество Позволяющее Ей рассчитывать На выигрыш Партии Если сделает Второй Обратный Бэк Янкович Сравняет Счет То В психологической Точке зрения Она получит Очень Хорошую Позицию Тридцать Пятнадцать Слышны Какие-то Возгласы Елены Янкович Видишь Что опять Который раз Мы видим Что пытается Разгадать Направление Удара Шарапова Елена Но пока что Ей в этом Преуспеть Не удается Аут По тридцати Двенадцать Два Количество Набранных очков За счет Своих Активных Действий В шесть Раз больше У Маши Но сейчас Наверное Покажут И количество Невынуждных Ошибок Я думаю Что они Примерно Одинаковые Хотя Маша Значительно Активней Это видно И Результат Набранных Очков За счет Именно Этих действий Шарапова Шесть раз Больше Еще Одна Двойная Вторая В этом Гейме Третья За Сет И Брейкпоинт У Янкович Вот Это уже Тревожно Активней 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 Открывай Активней выиграла гейм выиграла гейм за счет серии ошибок Шараповой двух двойных Янкович сравняла счет и он становится по 4 да конечно фора 30-0 это слишком велика для такого финала для такой соперницы да и вообще это большой гандикап на своей подаче две двойные ошибки Янкович подает по 4 но ничего страшного не произошло просто Янкович сравнял счет а Маша стала много ошибаться 15-0 вторая подача 30-0 еще одна ошибка два очка выиграла Янкович и два очка за счет неудачных действий Шараповой третья ошибка 40-0 так можно и лишиться партии хотя Маша вела 4-1 имела подачу и все поворачивается в противоположную сторону может повернуться одну очку отыгрывает Мария мало надо 3 для того чтобы сравнить счет 40-15 гейм четвертый гейм подряд выигрывает Янкович и впервые после того как она выиграла первый гейм повела 1-0 вновь впереди 5-4 Янкович ведет в первом сете и вновь ждем с вами подачу Марии Шараповой теперь уже Маша в роли догоняющей после того как она проиграла два гейма на своей подаче сейчас уже не имеет права отдавать еще один гейм вводя мяч в игру для того чтобы не проиграть сет 4-1 было и казалось бы никаких особых проблем не возникало у Шараповой 4-1 ее подача потом один брейк сделала Янкович при счете 4-2 было 15-40 на подаче Янкович казалось бы все уже рядом еще один брейк вторая подача а нет все очень и очень осложнилось для Шараповой двойная четвертая за матч так же как и предыдущий гейм на своей подаче именно с двойной ошибки начала его Мария а вот Томаш Хокстадт слева Володя Волчков полуфиналист Стоим Булдона 2000 года постоянный теперь спарринг-партнер Маши приют в записи Маши верев молодец очень важный мяч выиграла сравняла счет по 15 причем видно было что в течение вот этого последнего игрового эпизода сдерживала себя маша пытаясь контролировать ситуацию и не обострять игру до определенного момента исключив риск при выполнении ударов ой-ой-ой-ой-ой 15-30 посыпались ошибки как из рога изобилия 1532 мяча достаточно выиграть янкович чтобы взять первый сет 2 из 2 из за матч вообще и вторая подача на вылет у шараповой по 30 сетбол сетболу янкович отдает инициативу обратите внимание становится помягче игра шараповой ну а елена как опытный боец турнирный почувствовав эту ситуацию прибавляет ее атаки становятся острее мощнее вторая подача как бы не двойная да к сожалению пятая двойная ошибка двойная ошибка на сетболе и янкович выиграв пять геймов подряд выигрывает первый сет у шараповой со счетом 6-4 сетболе и